Спинка А спинка стала как у молодого Такая знаете Как два колышка там вбитые И вы так раз выпрямились Вы почувствовали что вот она энергетика Как бы сказать у вас улучшилась А эти травы Запомните Семена вбирают в себе Жизненную энергию Которая необходима Для роста этих трав А так как мы все работаем На универсальной жизненной энергии Они нам ее добавляют Вот в чем суть Я так между делом скажу Вы об этом где-то в интернете Слышали о том что я вам говорю Вот в данный момент Так вот добавляя энергетику Организм только за счет этого Работает лучше Что надо взять Взять 5 чайных ложек листа сена Кстати у меня голос Вы чувствуете какой мощный стал То есть как только у человека Усиливается энергетика У него усиливается голос У него усиливается жестикуляция От него усиливается напор Возможно этот напор Ощущаете что происходит Это все с вами будет происходить Чтобы вы понимали Так смотрите Значит 5 чайных ложек листа сены Помните очищение сены Перемь в кофе-малке И сыпать в другую чашку Далее берем 8 чайных ложек ременя Ну не нашел ременя Это вот сейчас какая-то это сама Перемал и высыпаем Если нет коры ременя Можно заменить 8 чайными ложками Крушина А крушина Пожалуйста Есть То есть Тут смотрите Травы Которые Вот это Лист Ну лист он Не несет особо энергетики Кора Кора больше действует Вообще любая кора В растении действует Как его защитник Она горькая сама по себе Что вы смотрите За счет горечи За счет ввяжущего вкуса Уничтожает микробов грибков Если растение Не уничтожает Вот этих вот Агрессивных Микробов И грибков Которых в почве Ху-ху-ху В воде и почве Там огромное количество Его Сразу же Сожрут Вот эти вот Микропаразиты Поэтому Это прекрасное средство И от И от Паразитов Вот эта Кора крушин Так вот Смотрите За счет горечи Усиливается перистали За счет крушины И вот эта вся энергия, которая, интересно, вот у нас в организме энергия циркулирует, да, она циркулирует, осуществляет те функции, другие функции, то есть функции жизнеобеспечения, чтобы мы жили и процветали. Так вот, мы с вами добавляем энергию из семян, вот это душистое, вот это вот, такой вот, вот этот запах, вот это эфирное масло, это все внешнее выражение жизненной энергии, упакованной в семенах. И мы ее распаковали, перемололи, вот, в баночку сложили, да, и, грубо говоря, она начинает действовать. Но мы еще добавляем вот этот, в большем количестве, смотрите, лист сены и кору крушины, по 8 чайных ложечек, да, и получается, что, что, вот эту вот энергию лист сены и крушина направляет вниз. То есть очень важно эту энергию, которая у нас циркулирует, усилить для того, чтобы она начала, ну, в данном случае она начала очищение. И вот это вот очищение как раз и делает лист сены и этот самый, кора крушина. То есть как, знаете, в этом самом, вот эти пять трав, укроп, там, фенхель и так далее, пять этих трав из зерна. Они как шахтер в этой самой, в забое, отбойным молотком все это, знаешь, расковыряют, а дальше надо это все подать на гора из шахты. И вот это лист сены и как раз крушина делают, они подают. И чем, естественно, грубо говоря, лучше они будут подавать это, то в забое не будет сваливаться вот этого всего, знаете, а то отбойный молоток на это самое, наковыряли, все это свалилось и все, дальше что надо? Это же надо отковырнуть и потом работать. А тут, когда вот эта вот как раз транспортная функция хорошо работает, является одним из долом. То есть вот эту вот энергию, которая тут образовалась и вещества, которые расквасились, то есть идет сейчас великолепная чистка организма. Все это направляется вниз, 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 понимаете? И причем это работает так естественно, без какой-то стимуляции, вот типа, знаете, можно, грубо говоря, заставить человека, знаете, катить вагонетку кнутом его палкой, бац, 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 естественно, он от боли, обиды и горечи будет ее толкать вперед. Вот это, то есть человека можно забить, и он упадет нафиг с этой вагонеткой. А другое дело, ему как бы сказать, вот это все объясняется, слушай, это надо для того, чтобы сделать вот то-то, 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 и он на энтузиазме еще сильнее катит ее, не от боли, а от радости того, что вот это доставит кому-то там, допустим, грубо говоря, отопит там дом или еще. Ну, к примеру говорю, организм начинает работать с радостью. Это очень важно понимать. Одно дело, вот смотрите, теперь вот спрашиваю, а что там чистка без, чистка с этим самым, с оливковым маслом и лимонным соком, что там, она сейчас не котируется, не проходит? Она котируется, она проходит. Но, учитесь из всего извлекать информацию и анализировать. Смотрите, чистка просто с маслом и лимонным соком, она будет просто-напросто, как бы сказать, ваши резервы используют, то есть активирует вашу силу, ваши, значит, все эти внутренние резервы, да, которые у вас есть. И за счет этого, грубо говоря, пропихнет там, насколько у вас резервов хватит. Молодой организм, пожилой и так далее, так как я уже был и, грубо говоря, и мальчиком, и юношем, и зрелым мужом, и сейчас нахожусь уже в пожилом возрасте, вот-вот уже старческий возраст начнется. Сила жизненная, разная. И если, грубо говоря, в зрелом возрасте, там она хорошо все производила. А сейчас, допустим, сил мало. И все мы находимся на разных стадиях, где у нас сил мало. Откуда их взять? Откуда их взять? А я же вам говорю, вот эти травки нам добавляют этой силы. И представьте себе, вот эти травки, добавив нам силы, способствуют тому, что мы это сделаем лучше, понимаете? У нас больше силы. То есть не 100% энергии, а становится 130-150. И это все как шуганет. И все это вылетает, вот как пишут, легко и просто. Поэтому вот этот сам по себе порожок, это уникальная вещь, которая способствует очищению организма. Я лично применяю, ее можно применять чайную ложечку, как я вам показал в предыдущем видео. Вы ее только раз, стаканчиком воды там накатили. Можете компота, можете отвара трав. Я, например, шиповником запываю с бояришником. Все, и он дальше сам все делает. И как-то это не отражается на желудке, и как-то это отражается на других вещах. Хотя, когда начинается работа, работа, вот этого вот травяного сбора, вы почувствуете, что и в голове что-то происходит, вот эти сосудики, какие-то боли, еще. Вы почувствуете, как там, допустим, где-то идут боли в поджелудочной железе, где-то, допустим, в печени, еще что-то там зашевелилось. Вы почувствуете, ну, будут разные вещи. Вот где там, что у вас там поболит? Вот, например, в почке проблема есть, значит, она обнаружится. И дальше он, поработав над этой проблемой, ее убирает. И вы просто видите итог. Ага, матча другая стала. Совершенно иная, которая была до этого. Ага, стул совершенно иной. То есть, подавая энергию, вы смотрите на результаты, что происходит. Да, была у меня вот изжога. Я думал, неужели это от порошка? Нет. Это из-за того, что что-то было у меня до этого, когда-то изжоги было. И, как бы сказать, вот эти растения поработал над этой проблемой, вызвали, как бы, ее обострение. То есть, вот эти вот, там, почитайте, какие кризисы бывают. Так, кризис только раз, очистительный, обнаружил проблему, очистительный, оздоровительный, опа, и она исчезла. То есть, она обнаружилась, по сигнале, хоп, ее нету. Вот, что удивительно. Значит, вот эту смесь я сейчас применяю. Значит, можно по чайной ложечке перед сном, и пусть он там работает, порошок, будем говорить, в течение ночи. Ну, я вот по две ложечки. Хотя тут с дозировкой надо все понимать. Далее. Самочистка печени. Я помню, когда первый раз чистились, я еще молодой тогда был, относительно, чем сейчас. Ну, допустим, 35 лет мне было, если не меньше. Сейчас я точно скажу. Если это примерно был год 84-85, 84-й это мне было, значит, 30 лет. Ну, скорее всего, это 85-86, значит, 32 года, грубо говоря, было. 32 года, ну, молодой человек, полон сил, там я не чувствовал. Но со мной, вернее, меня позвал, мы знакомы, и мы с ним в первый раз чистили печень. Такое ему было тяжело, потому что он был, а он был, сейчас я вам скажу, он был где-то года 30-го, 34-го, то есть, значит, это 84-м, сколько ему уже было, 50 лет. Ему уже было тяжело, сердце бухало, там, холодный пот выступал, и так далее. То есть, вот это вот просто масло, лимонный сок, дались весьма там тяжело. Тут вот интересно, бабушка эта Таня придумала, ну, по крайней мере, от нее-то пошло, она придумала, не она придумала, что? Что, значит, выпиваем, выпивать еще, ну, это кора крушины, это уже непосредственно перед самой чисткой, лисы эвкалипта, цветы ромашки, бессмертник. Ага, вот этот вот еще бессмертник, ну, это все еще травы, ну, бессмертник как бы он успокаивает, да? Ну, ладно, вот эти еще различные травы, они еще будут там дополнительно действовать. Я рассказываю о своем собственном опыте. Кстати, и чистились без желчного пузыря, и все так же вываливалось. Вот все я рассказал. Еще разок я хочу сказать, у меня нету намерений что-то от вас, вот видите, двойная очистка печени, что-то от вас утаить. Теперь немножечко дальше пойдем. Смотрите, очищение печени желчного пузыря отваром картофеля. Отец, рецепт отца Георгия. Многим людям, которые по тем или иным причинам не могут пить масло, лимонный сок или просто сильно ослаблены, подойдет ниже. Следующий вариант очищения печени желчного пузыря. Действующее начало в этом варианте коллоиды картофеля. То есть я до этого рассказывал, что там действительно чистят. Вы можете всю эту теорию почитать. Это не просто, знаете, взял вот рецепт вам, зафигачил. Да, это вообще-то научный труд. С помощью картофеля. Простая вещь. Пить эту картофельную воду и все. Вот как она сделана. То есть здесь нету чего-то такого, чтобы, знаете, жестко на вас действовал. Действительно, каждый человек находится в том или ином состоянии. У него свои страхи. У него свое здоровье. И пройдет эта чистка печени. Не пройдет. Он там сомневается. Хотя на все проходит. Но, тем не менее, будем говорить, люди разные. Так вот. По словам очевидца, вот эта картофельная вода не только дробит и водками, и песок, и желчного пузыря, но лечит печень, помогает при водянке. Пример. Одна женщина принесла операцию по долине желчного пузыря. Ну и что, что принесла операцию? Допустим, что там скопились камушки. Причина-то не была ликвидирована. А эти камушки можно было рассосать. Как они образуются, так их можно и убирать. По наивности она думала, что в дальнейшем проблемы с возникновением желчных камней в нее не будет. Но прошло всего два года после операции, и опять стали возникать боли после приема в пищу таких продуктов, как хлеб с маслом, печень. Она же ни от чего отказалась. Думает, да, как я ела, так и буду есть. Пирожные, шоколадные конфеты. Врачи на ее жалобы с болями в печени. И объяснили, что камни могут образоваться в желчных протоках печени. То есть сначала вам ничего не скажут, утолят, да, а потом скажут, понравился канал, звони в колокола, ставь лайки.